В завершении года российского кино и в преддверии года культурного туризма между Россией и Францией Петербургская книжная сеть «Буквоед» в партнерстве с киностудией «Ленфильм» проводят ежегодные мероприятия «Ночь. Форум. Культурный прием-2016». На нем побывала моя коллега Елизавета Золотова. Она сейчас выходит на прямую связь со студией. Лиза, привет! Вижу, как довольна ты улыбаешься. Скажи, какие же мероприятия ждут, какие локации сегодня есть на этом культурном форуме? Ну, вообще, чем могут заняться гости? Привет, Оля! Ну, на самом деле, локаций очень много, и мы вот начинаем с локации кино. Здесь прямо сейчас снимается фильм. Написано, обратите внимание, тихо идет съемка, но на площадке совсем не тихо. Вот уже актеры изучили свою роль, уже их нарядили в костюмы. И вот теперь режиссер, вот Жан-Жак, режиссер. Плохо говорит по-русски, но я думаю, что получится. Вы всегда говорили, красивая девушка, я всегда понимаю, сразу... Хорошо, Жан, расскажите, что за фильмы снимаете, как актеров выбирали? Сегодня у нас 7 фильмов. Ленд-фильм. Спасибо большое, продолжайте, собственно, съемочный процесс. А мы пока вот обратимся к костюмам. Здесь костюмы актеры, которых, собственно, выбирают на эту роль, еще и перевоплощаются. Костюмы все из ленд-фильма. И, соответственно, вот, например, костюм... Это особенность национальной охоты. Вот, как нам рассказали, героев этого фильма будут надевать в этот костюм. Ну, много здесь разных. Вот, например, костюм разбойника где-то я здесь видела. Ну, совершенно разные костюмы, все реальные из ленд-фильма. Все снимались, все показывались в кино. Ну, пройдемте на другие площадки, переходим постепенно к музыке. Ну, я скажу, что весь, вся площадка пропитана такой французской атмосферой. Ну, не зря она называется «Окно в Париж». И вот постепенно мы идем дальше. Много здесь очень людей. Вот сейчас мы пройдем дальше. И, если честно, с трудом представляю, как будем проходить. Потому что, когда готовились к эфиру, ну, людей становилось все больше. И я думаю, что и будет их все больше и больше. Ну, вот, собственно, подходим к площадке. Елисейские поля, Эпелева башня. Вот уже здесь французские песни начали петь. А вот здесь люди, которые готовы рисовать, готовы учиться этому. Ну, вот мы сейчас постараемся узнать. Здравствуйте. А вот расскажите нам, пожалуйста, что будете рисовать сегодня? Мы сегодня будем рисовать Эльфелеву башню, которая изображена на сцене. Естественно, конечно. А вы умеете рисовать вообще? Нет, ни разу. Не пробовал, никогда не умел. В школе где-то на уроках рисования еле-еле на троечку натягивал. Но сегодня, может быть, откроется талант. Безусловно, откроется, потому что все здесь способствует раскрытию вот этой, той самой творческой атмосферы. Но попытаемся пройти немного дальше и все-таки прийти и на другие площадки. Их здесь немало. Кино здесь не только снимают, но и показывают. Это не мое кино, конечно. Ночь французской, ночь рекламы так называемая. Есть, конечно, и парфюмы. Дегустация парфюмов. Вот сейчас тоже уже практически сюда подошли и покажем. Здравствуйте. А расскажите нам, пожалуйста, расскажите нам про парфюмы, которые у вас представлены. Здесь представлены ароматы петербургских разных брендов. В том числе мои, моего парфюмерного бренда Art Deco Parfums. Лаборатория музея парфюмерии. И мои коллеги, ученики, выпускники. У всех родителей. Можно найти на любой вкус и цвет. Плюс что-то можно заказать. Мы просто знакомы горожан с тем, что есть. Здесь нашей газеты. Спасибо большое. Ну вот, как я уже сказала, атмосферу Франции можно буквально ощутить. Пройдем чуть дальше. Атмосфера музыки. И я все-таки хочу показать вам совсем тайную комнату, куда пускают не все. Но здесь, наверное, стоит немного остановиться и просто насладиться музыкой. Ну, и еще есть одна комната вот здесь мимо. Мы немножечко, ребят, вас потревожим. Пройдем немножечко дальше. Чуть-чуть совсем. Потревожим. Извините. Спасибо. Вот. Совершенно не похожие на других мест. Здесь дегустируют чай. Посмотрите, заметно, да? Совершенно другая атмосфера. Но, однако, вот тоже в рамках сегодняшнего мероприятия. Так вот, завершается сегодня первый день культурного форума в такой вот неформальной обстановке. Гости, конечно, знакомятся, общаются. И вот, собственно, обсуждают, обсуждают те события, которые происходили. Да, сегодня был насыщенный день. Вот расскажите нам, пожалуйста, здравствуйте. Расскажите, чем угощаете? Сейчас мы пьем шен пуэр, ой, шу пуэр. Вот, собственно, вот так вот он выглядит. И мы пьем чай. Ну, расскажите, как его правильно нужно заварить? Я вижу, он у вас такого насыщенного цвета. Уже седьмая. Китайский чай, он выдерживает много проливов. Вот. Первую заварку обычно сливаются. Вот. Вторая, третья. Мы долго не настаиваем. Сливаем чай достаточно быстро. То есть чай у вас китайский, не французский. Сегодня же такая французская атмосфера. Во Франции тоже пьют чай? Везде пьют чай. Это первый по популярности напиток в мире. Вот. Второе пиво. Спасибо. Ну, давайте у гостей поинтересуемся. А как вам, скажите, пожалуйста, как вам чай? Да, хорошо. Хорошо. Ну, подустали, конечно, гости. Я говорю, повторю, насыщенный день сегодня был. Ну, собственно, вот разной локации много. Можно чем заняться здесь, посмотреть, попробовать, ну, или просто вот так посидеть и отдохнуть. Оля. Да, Лиза, спасибо большое. Но действительно, книги, кино, чай, музыка, что может быть лучше? С культурного приема выходила напрямую связь со студией моя коллега Елизавета Золотова. Продолжение следует...